Привет, ребята из Стамбула! Как ваши дела? Как настроение? Как погода? Чем занимаетесь, ребята? В Стамбуле облачно. Барит. Ну, как обычно. Сейчас автобусы проедут, а то шумят сильно. Не слышно будет вам. Колобалык, как вы видите, да? Народ есть на улице, ходят. А вот, смотрите, скутеры появились, самокаты. Эта программа называется «Марты скутер». Во время карантина их не было видно. Сейчас опять их расставили. Это по всему Стамбулу, ребят. Есть такая программа. Группа людей объединились и купили вот эти вот самокаты электрические. Расставили по всему Стамбулу в любых районах. Даже внутри махали они стоят, вот эти самокаты. Бывает, вот здесь у нас тоже привязывают, вот сюда вот, к столбикам. Нужно скачать программу на телефоне. Есть программа «Марты скутер» называется. Потом подходите с телефоном, аппликацию, там есть шифры, код. Скачивает и замочек открывается. Вы берете самокат и катаетесь. Там одна минута 75 куруш. 75 копеек. Самая короткая программа – 10 минут езды. Вы заплатите 10,5 л. Ну, там разные есть, различные программы. Честно, я не пробовала, ребят. Из-за своей ноги у меня не получится. Там просто встаешь, тык-пык и едешь. Там скорость переключения, тормоз есть. Я не пробовала, ребят, честно. Хочется, конечно, мне попробовать. Но у меня, я думаю, не получится. Потому что одну ногу надо будет держать на скутере, а вторую нужно же это контролировать. А той, которой ногой я бы контролировала. Вот они, голубушки. Марты. Марты в Стамбуле после котов занимают второе место по популярности. Как я вам уже сказала, чайка в любом районе Стамбула может находиться. Не обязательно на набережной. Ох, какая машинка. Газообразная. Старенькая машинка. Старенькая модель машины. Водичку носят. Человек водичку носит, а сам без маски. А нет, маска спущена у него. По-моему, маска спущена. Не видно. У него черная борода. Да, вроде есть маска черная. Все, вот этот магазин 724. Вот это вот вечно ночные происшествия у нас здесь. Он днем не работает. Раньше, лет 5 назад, он днем тоже работал. А сейчас он работает только по ночам. Ну, в принципе, в этом магазине все. Там орешки какие-нибудь, чипсы можно купить, сухарики. Такое. Первая необходимость. Вода, ну и горячительные напитки тоже. Ветерок. Ну, парит, ребят. Может быть, дождь пойдет. Не знаю даже. Не знаю. Сейчас посмотрю, сколько градусов показывает телефон. Значит, 26 июня телефон показывает 25 градусов в моем районе. И сюда же парит. Солнышко так и заточит. И булутлу показывает. Облачно. Ну, кто в чем, видите. Кто в курточках даже ходит, в дождевичках. В шортиках, в штаниках. По-разному люди одеты. В общем, вот такие вот события и новости из Стамбула. 26 июня. Как у вас, ребят, дела? Вы сами-то чем занимаетесь? Вот на солнце прям парит конкретно. Ветерок. Теплый ветерок. Ой, всем, ребят, здоровья. Скорая помощь едет. Сейчас будут расступаться нужно. Нужно, видите, сигналят, потому что скорая помощь едет, чтобы дорогу уступили. У нас здесь дорогу уступают, ребят. Нужно в стороночку, быстренько, быстренько в стороночку встать и пропустить скорую помощь. Если ускорый сигнал, то все. Это даже на трассе, это любая дорога. Трасса, шоссе, автострада, вот эта скоростная. Все равно, ну, скоростная, это сейчас громко сказано. Скоростные сейчас 70-80 максимум дороги. Это раньше, лет 5 назад, 10, можно было 110-120, скоростная трасса была. А сейчас ограничения поставили, 70-80 максимум. И вот на таких автострадах, даже на мосту, мост Босфорский есть, вот, первый, второй, третий. Ну, разные названия, естественно, у мостов. Даже там нужно уступить дорогу. Скорая помощь тоже там ездит. Нужно уступить дорогу обязательно. Вот такие вот дела, ребят. Давайте обнимаю вас всех. Салютую вам из Стамбула. Всех вам счастья, здоровья. Не болейте, ребят. Вот вам чайки наши, стамбульщики, привет передают. Смеются. Давайте, ребят, всем счастья, здоровья, всех благ. Самого доброго и светлого.